не видим мы 7 2 номера к сожалению петр кожиуров видимо падение был достаточно серьезный это вот он собственно говоря у нас разлился ты как раз разлил бензин и егор егоров выезжает 87 он тоже немножко за припозднился негоров был очень здорово вчера по квалификации был пятым сейчас 5 классе сток у нас и 12 классе супер байк очки ему не помешает ну собственно как всем остальным его конкурентам и так похоже 87 будет стартовать спитлайн опоздал он выехать на решетку плюс у нас наверное кожиуров не поедет совсем если тоже только починится вот за оставшиеся минуты и тоже будет стартовать спитлайн после того как проедут все остальные конкуренты но принципе это прогревочный круг поэтому я так понимаю спортсмены смогут занять места на основном и так три минуты до старта прогревочного круга класс супер байк сток 1000 ну третий будем называть все таки как по у нас положение потому что он не меняется как бы положение он был третий этап но нет не состоялся второй по техническим причинам там уже в общем то так произошло что какие-то разногласия в общем привели к тому что этап не состоялся но тем не менее третий этап рсбк интернешнл 2014 так софи тикар завершает круг пристроиться сейчас хвост пелотона и пойдет прогрев там у нас будет выезжать на прогревающих спитлэйна поэтому хотя пойдут подсмены чуть остановить чтобы пропустить его итак пошла последняя минута до старта прогревочного круга уже рестартом его нельзя назвать потому что в общем то у нас по по полной программе 23 круга поедут быстрейшие гонщики россии сезона 2014 года пожалуй потяжелее им будет чем суперспортом потому что дождик продолжается хоть он и не не обильный но он идет постоянно и методично методично продолжает мочить трассу дело ее более скользкой и коварной сцепление колес дорогой ухудшается и и соответственно возможен даже какой-то эффект такого планирования при более сильном дожде то есть когда колесо не может выдавить воду которая находится под ним да безусловно дождевая резина у всех спортсменов мы видим такие канавки у нас итак поехал старт прогревочного круга открылся пит-лейн выезжает у нас егоров не поехал же уров не удалось отремонтировать мотоцикл а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И начинается заезд... Супербайк... Суперсток... Загорает светофор... И... ГАЗNOT! И... Старт! По-моему, Аверкин сейчас хорошо стартанул Ну и падение в первом повороте Имеет место быть Итак, Горев Иван, 34 номер Тут здорово ездит, собственно говоря, у нас под дождем У нас старт 17-й, Киселев 2-й, Аверкин 3-й Кажиуров 4-й, все-таки он в строю у нас Егоров 5-й, Стенька, Пенкин И Майоров Так, очень осторожничают гонщики, не заламывают мотоциклы Идут таки с небольшим углом наклона Трасса очень коварная Итак, Иван Горев, 34-й стартовый номер Был вчера второй квалификацией Бийский спортсмен, ну, в общем, проживающий сейчас в Москве Вице-чемпион у нас прошлого года Класса 100-600, перебравшийся в суперспорт Ну, в объединенный класс Суперспорт он выигрывал у нас в 2011 году 88-го года, парень, 25 лет Ему всего ничего Итак, Аверкин все-таки выходит в лидера Иванов, Иванов, Иванов как-то подобрался 60-й номер, еще одно падение имеет место быть У нас сейчас спортсмен будет пытаться Поднимает мотоцикл Итак, Максим Аверкин По окончании первого круга Минут 38,9 У него, ну, Иванов, собственно говоря Возвращается в строй постепенно Наш сильнейший спортсмен-международник Владимир Иванов Чемпион 12-го года Участник чемпионата мира Последних лет У него 39,2 Великолепный тоже, в общем-то Он показал время На 2 секунды он отстает от Аверкин На третьем меде Владислав Стенько 46-й старт Владислав Стенько из 1-го Уральска 13-й был в прошлом году 12-й на Кубке России Аутстайдеры осторожничают Совсем-таки И вот кто-то медленно у нас едет В закрытый парк Ну, это, видимо, один из упавших Лидер 79-й Максим Аверкин За ним 60-й Владимир Иванов И 46-й Стенько Разин Итак, вот Аверкин Пролетает Линию финиша Иванов Красная Ямаха Разрыв достиг 4-х секунд Кажууров, кстати говоря Стенько-то у нас Разин, похоже, упал Как раз вот это Итак, Петр Кажууров Выходит на третье место 72-й стартовый номер Участник инцидента Первого Бронзовый призер Чемпионата России В классе Супербайк Сезон 2012-й В прошлом году Он был восьмой Не совсем удачно В этом году Выступает более чем здорово Он сейчас на шестом месте У нас И четвертым был Квалификацией вчера Итак, 79-й номер Аверкин 60-й Иванов 72-й Кажууров Тройка Пенкин 78-й Смирнов Майоров у нас Собственно говоря Где-то далековато Имел место быть У нас тоже Скорее всего Какие-то проблемы Возникли у этого гонщика Возникли у нас Несколько стабилизировался Отрыв Вот сейчас Иванов 4.7 Проигрывает Иванов прошел Лучший для себя Круг минут 34-8 Аверкин Минута 34-22 А лучший 33-97 Второй круг У него был Кажууров 34-9 Проигрывает Лидеру 7-67 И 3 секунды Проигрывает Иванову Пенкин На четвертом месте Кирилл 8 секунд Гандикапа В полсекунде От Кажуурова В борьбе За Сейчас Кажуурова Быстрее Иванова В общем Все улучшили Все улучшили круги Несмотря на Мелкий дождь И Аверкин Иванов Кажууров Пенкин Показали 33 с хвостиком Уже только Смирнов И Курмаев Там Медленнее К сожалению Похоже Горев Сошел У нас 34-й Домер Лидер Первых Кругов И Ковалевский 80-й Но Ковалевский К лидерам Не относится Ковалевский Заявился В двух Классах В классе Супербайк И в классе Сток тысяча Но К сожалению Класс Сток Опен В классе Сток Опен У нас Заезд Сегодня Не состоится Аверкин Пятый 2012 2012 Ну а Ну а Внешне Супер Супер Сток Это Желтый Номер На красном Фоне А у нас Супербайк Это Черный На белом Более Традиционный Мощность Двигателя Супербайка Может превышать 200 сил Весьма Существенно Особенно Кавасаки Здесь Зеленые Вот эти Мотоциклы Кавасаки Р1 Они у нас Сильны В этом плане А у нас У Супер Спорта Поменьше Так Максим Аверкин 31.6 Еще быстрее Еще быстрее И Кожиуров Догнал Иванова На этом Круге Собственно Говоря У Иванова Был медленный Круг 35.19 А у Кожиурова Лучший Для себя 32.6 И между Ними 66 Сотых Секунды Ну дальше У нас Пенкин Достаточно Близко А тут Большие Разрывы Курмаев Отстает Уже На пол Минуты Так же Как Егоров И Киселев Вот Киселев Далековато У нас 17 номер Как-то Не идет При том Что у него Очень быстрые Круги Лучший Круг Минута 30 Он сейчас Идет Только на Седьмом Месте Видимо Было Либо Падение Либо Что-то В этом Роде Гонка Возглавляет Мастер спорта Максим Аверкин Московский Гонщик 79 Стартовый Номер Ехим Мавлянов Замыкает Десятку Сильнейших Гонщиков Но их В общем-то В строю Осталось 13 При том Что Двое Сошли Но мы Видим Еще Одно Падение И гонщик Едет Это Телевизионная Картинка Он едет Так В замедленном Темпе Так Аверкин Чуть Медленнее 32 Заканчивает Седьмой Круг Иванов Кожиуров Тоже Немножко Стабилизировался Отрыв Они Прошли В одном Темпе Сейчас Разрыв Между ними 0,8 секунды В борьбе За второе место Петр Кожиуров Московский Гонщик Преследует Ленинградского Спортсмена Владимира Иванова Номера 72 И 60 Итак Киселев Прорывается Вперед Максим Прорвался Уже На Пятое Место Правда Все это В полминуте От лидера И сейчас До Пенкина Ему 19 Секунд Осталось Ну правда Пенкин Как бы У нас С другой С другой стороны Суперсток Но В принципе Все равно Они в абсолюте Все считаются Поэтому Пропускать Он его Просто так Не будет Майоров Дмитрий Достаточно Далеко Тоже 44 Номер У нас На 8 Месте Медленные Круги Минут 37 Нет Темпа Не знаю В чем Проблема У Гонщика И его почти На круг Уже Собственно Говоря Аверкин Догнал Итак База Второе место Кожиуров На колесе У Владимира Иванова Имеет место быть Четыре десятки На линии Фидиш Кожиуров Лучший для себя Круг 32 0 У Иванова 32 41 Пенкин Тоже Очень хороший Темп Собственно Говоря Киселев Лучший Круг Гонки Максим Киселев 17 Минута 29 И 5 Он первый Из спортсменов В дождевых Условиях Вышел Из полутора И в общем-то Он съедает Расстояние Ему 15 секунд Осталось До Пенкина Но я не думаю На то Что это рассчитывал Этот спортсмен Лидер Заезда Супербайка До рестарта Который у нас Полтора круга Продолжался Итак Аверкин Иванов Кожиуров Пенкин Киселев 79 60 72 3 И 17 Номера Лидеры Заезда Класса Супербайк Суперсток 1000 Ну собственно говоря В Суперстоке Лидирует Кирилл Пенкин Третий номер Он сейчас идет В абсолюте На четвертом месте Аверкин Заканчивает Очередной круг Минут 32 18 Не сдают Бьется Иванов Не сдается Терять очки Ему не хочется Оба Задвинули Лучшие для себя Круги Минут 30 На линии Финиша Показывают Нам борьбу Владимира Иванова И Петра Кожиурова Ну конечно Иванов Не в той форме В которой он был В сезоне Прошлого года До всем известных Итальянских событий Получается Ну парень Совсем недавно Начал тренироваться В общем-то С ногой Были проблемы Серьезные Но тем не менее Мы видим Что проблемы Эти решены Ну или решаются Уже на последней Стадии решения Немножко неудачно Он проехал Казанский этап Пятое место Только наверное Абсолютно Не то На что он рассчитывал Майорову Похоже Тоже удалось Как бы Взвинтить Некий темп Но тоже 36.7 Конечно Достаточно Скромный результат Ну а Веркин Несмотря на то Что он далеко Не самый быстрый Сейчас гонщик На трассе Продолжает Штамповать Круги И Отрываться Абсолютно Догнал 46 номера Владислава Стеньку Из первого Уральска На круг Так Одиннадцатый круг Из 23 23 Облизится Середина Заезда Фактически Уже середина Заезда Нечетное количество Кругов Штамповать Продолжение следует... 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 И так подходит к концу Идет последняя треть заезда Хотелось бы еще поблагодарить Спонсоров соревнований Компанию Ликвимоле По нафтам Программу Вести по Волжье Телеканай России 24 Нижний Новгород Радиостанцию Вести ФМ Информационный Интернет-портал Про город НН Аверкин 35 Киселев 29,4 7 секунд, но 19 кругов прошли Спортсмены 4 осталось Аверкин проходит очередного Кругового по ходу дистанции Владимир Иванов Еще спокойнее 37,6 Даже Пенкин быстрее сейчас Но там полминуты с лишним И Пенкин далеко Вот Кирилл В принципе Кирилл тоже сбросил 37,47 Он сейчас прошел круг Между ними 17 секунд Так что борьбы за третье место Скорее всего Не состоится Итак, лидер 79 номер Максим Аверкин Он сумел прилично стартовать Хоть и не холлшот Но тем не менее Он стартовал Одним из первых В головке гонки К первому кругу Окончанию Вышел в лидеры И вот сейчас У нас В конце заезда Лидирует С весьма существенным преимуществом На втором месте В классе Супербайк Идет 17 номер Максим Киселев Мытищинский спортсмен Опять у Аверкина Быстрый круг 29,92 Он все-таки пытается Обезопасить себя Закончив 20-й круг Киселев 29,56 Отыграл все Полсекунды 6,7 На третьем месте Идет спортсмен Из Санкт-Петербурга Владимир Иванов Стартовый номер 60 Вот Иванов Красная Ямаха Прошлогодняя 35,8 Лучший круг У Иванова Был 31,64 Это был Десятый круг Лучший круг В гонке У нас 28,54 Это Киселев Идет 21-й круг Из 23-х И вот собственно Такой расклад Ну а в классе Супер Супер Сток Тысяча Кирилл Пенкин Лидирует Третий номер Нижегородский Спортсмен Местные Горьковские Болельщики Могут этому порадоваться Могут этому порадоваться Собственно говоря У нас Егор Егоров 87-й номер Московский Спортсмен Идет на втором месте В этом классе И восьмерка Курмаев Сергей на третьем Ну это мои Неофициальные Результаты Которые я Вот извлекаю Из компьютерной Программы Трансляцию Ведет Компания HD Extreme И она Собственно говоря Доступна На сайтах HD Extreme И на Сайте RSBK Российского Кольца А тем временем Курмаев Прошел Егорова У нас Нижегородский Спортсмен И переместился На пятое место Группа поддержки Местных гонщиков Кирилла Пенкина Приветствует Спортсмены 21 круг Два круга Осталось На все про все Ну как только Появилась Трасса Нижегородское Кольцо Собственно говоря Это привело К развитию У нас Вот 22 круг Заканчивает Аверкин Привело к развитию Шоссейно-Кольцевых Мотогонок И автогонок В Нижегородском Регионе И Сопредельных Областях Появились Спортсмены Так Аверкин Лучше для себя Круг ставит Минута 29,3 А Киселев 34 Так под занавес Гонки Безусловно Конечно Максима сил Осталось больше Может быть Лучше Резину сохранил Не знаю 87 номер Егоров Вот чем проблема Собственно говоря Похоже У Егора Егорова Московского Гонщика Возникли Некие Трудности Не видим Мы что С ним Произошло Но он Теряет Позиции Так на Закурмаем Сейчас Майоров Но Майоров Это У нас С вами Супербайк Так Провожаю Пенкина На предпоследний Круг На последний Круг Или предпоследний 22 Закончили Да Последний Круг Последний Круг Кирилл Пенкин Сергей Курмаев Везут Подиум Итак Финиш Максим Оверкин Выигрывает У нас Заезд Супербайка Но он Достоин Собственно говоря Никто не скажет Боролся Вот кто с ним Боролся Киселев Может быть Если конечно Был бы у 17 Номера Стат Повеселее То тогда бы не было Вот этого обидного Он выбивался У нас С восьмого места Впереда Финиширует Курмаев На восьмом Под восьмым номером Курмаев Он пятый В абсолюте И второй Получился у нас В Классе Сток Тысяча Так Стенька Получился у нас Седьмым В абсолюте 46 Стартовый номер Еще один Представитель стока И скорее всего Он у нас Получается Третий Как бы В стоке Сейчас мы Это дело уточним Ждем мы Иванова Иванов сбросился Воу На заднем колесе Сбросился Сбросился Но тем не менее Владимир Финиширует В хорошей форме Итак Иванов 60 номер Спасвен из Санкт-Петербурга Третье место В абсолюте Ив Супер Бай Итак Приветствую Пенкина Кирилл Конечно Красавец Итак Кирилл Четвертый В абсолюте Ну когда-то Был третьим Но побыстрее Его обогнали Курмаев Сергей Второй У нас В Сток Тысяча И я так понимаю Стень к третий Ну сейчас нам подтвердят Это дело Или опровергнут Наши таймкиллеры Ой извиняюсь Не киллеры А таймкиперы Киллер это убийца Времени А киллер Вот мои таймкиллеры Подтвердили Мои предположения Итак нас ждет процедура Награждения Самых быстрых Участников РСБК Интернешнл 2014 Награждения 14 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...